всем привет дорогие друзья это еженовости довольно грустный на этот раз потому что локомотив вылетел из кубка россии схема розыгрыша кубка россии была таковой что казалось из этого кубка вообще никогда невозможно вылететь ты будешь постоянно вылетать в какую-то сетку еще ниже чем та в которой находишься но локомотив это сделал причем сделал одним из первых из тех кто изначально прошел по верхней сетке сначала проиграли спартаку а вот на этой неделе проиграли еще и окрону более того мы проиграли окрону и наполе и за его пределами как и в прошлом году даже если бы мы выиграли у окрона на поле все равно бы это нам ничего не дало локомотив допустил просто непонятнейшую ошибку с заявкой дмитрия баринова на этот матч который в этом матче ну никак не мог играть об этом и сегодня подробно поговорим и о том как локомотив играл на поле и о том что собственно произошло с этой самой заявкой но начнем наверное все таки с событий прошлой недели когда локомотив сыграл с ахматом формат ежа новостей который выходит раз в неделю он конечно не слишком оптимален для того чтобы обсуждать матчи которые произошли кажется уже в прошлой жизни ахмат был настолько давно что говорить о нем уже сейчас довольно сложно предметно принципе наверное можно было бы об игре с ахматом особо и не говорить но в этом матче произошло столько всего важного то что скажется на игре локомотива впоследствии то что говорит об игре локомотива прямо сейчас что пропустить эту игру мы с вами просто не можем да банально завтра не сыграют макеев и нинахов и это прям супер важно просто в контексте того что нинахов стал для нас сейчас основным правым защитником а пара кузьмичев конти оказалась не оптимальной даже на фоне окрона не говоря уж про то что вот сейчас играть с краснодаром так что этот матч мы с вами прямо сейчас и разберем и так суббота хорошая погода грозный и локомотив приехал сыграть гостевой матч с ахматом ахмат команда крепкая в этом сезоне идут достаточно хорошо но и локомотив только что обыграл ростов команда которую еще выше идет чем ахмат и вполне себе локомотив мог быть уверен в своих силах и опять же предсезонка хорошая и всех валят то как локомотив сыграл со спартаком и казалось только выходи да побеждай но побеждать в грозном это задача довольно непростая локомотива после дисквалификации вернулись макеев и миранчук а четвертую желтую карточку наоборот получил дмитрий баринов и в матче с ахматом участие принять не мог было много разных вариантов как расположить всех игроков на поле и частности это была одна из тем наших предыдущих еженовостей галактионов выбрал совсем необычный вариант при котором станислав макеев играет в опорной зоне вместо дмитрия баринова и таким образом победный состав матча с ростовом практически не изменился вот единственное изменение это был тот самый макеев вместо баринова все остальное осталось на своих местах и даже антон веранчук начал эту игру в запасе локомотива хватило всего на 20 минут но за эти 20 минут локомотив успел забить гол усилиями глушенкова и пеняева самарская связка сработала глушенков отдал длинную передачу и пеняев как он сам потом выразился в послематчевом интервью словно фифе на новичке просто убежал от защитника и забил гол как фифе на новичке пеняев продолжит действовать и следующей игре в матче с акроном но только это уже не принесет никакого результата и в целом от пеняева конечно хочется чуть больше правильных командных действий правильных передач хороших и качественных передач потому что пеняева с этим прямо вот явные проблемы наметились но в этой игре пеняев сделал то что должен был сделать убежал и забил а вот на 20 минуте и станислав макеев получил вторую желтую карточку и покинул поле обе карточки были на мой взгляд абсолютно по делу кукуян имел право их показывать да конечно кто-то нам какой-то арбитр мог бы слиберальничать и не показывать какую-нибудь из этих двух но повод сто процентов макеев дал и как мне кажется макеев вышел на игру настолько заряжен он был еще с капитанской повязкой до после интервью бериши казалось то что ну если даже в этом моменте макеева пожалеют через пять минут через десять минут произойдет еще один стык которому макеев не успеет но пойдет очень жестко и все-таки удалится так что идея с макеевом в опорной зоне честно говоря для меня осталось абсолютно непонятно мне абсолютно не нравится как макеев играет в опорке потому что на мой личный взгляд у него нету никаких качеств для того чтобы играть в этой самой опорной зоне у него не очень чистый отбор он достаточно часто не успевает к моменту а в опорной зоне бегать и успевать к моментам нужно гораздо чаще вот то что у карпукаса получается гораздо гораздо лучше у него нету хорошего пасса да он может отдать пас там на 3 метра на 5 метров и здесь даже у него была предголевая передача на глушенкова именно после того как макеев отдал на глушенкова глушенков и забросил на пеняева но там все-таки восхищаемся мастерство макса а не той передачи который отдал на него макеев так чтобы отдавать между линиями так чтобы тащить мяч этого всего у макеева нету и спрашивается а что у него тогда есть что делает из него хорошего опорного полузащитника моторность резкость возможность долго и много бегать и выигрывать единоборство но это все гораздо лучше смотрится на позиции центрального защитника а на позиции опорника нужно покрывать огромное количество пространства нужно идеально знать позиционку и при этом ну как-то помогать атаке делать передачи ходить вперед таскать мяч ударить поворотом когда надо этого всего у макеева на мой личный взгляд нету поэтому идея с тем чтобы поставить макеева в центр полузащиты для меня осталось абсолютно непонятной тем более что на скамейке был куликов тем более что на скамейке был щетинин на скамейке был марадишвили про марадишвили мы к сожалению узнали одну неприятную вещь марадишвили вышел в матче с ахматом на 75 минуте когда нужно было как можно сильнее забетонировать центр поля отбегал 15 минут и после этого него начал сводить ноги а это абсолютно неприемлемо для футболиста который только что прошел целое межсезонье и по идее должен сейчас быть в хороших физических кондициях значит что-то со здоровьем марадишвили не так если после хорошего межсезонья кости хватает всего на 15 минут матча российской премьер-лиги да это очень интенсивный матч на это матч которым твоя команда играет в девятером но все равно 15 минут но это слишком мало ах да в девятером на 60 минуте максим нинахов тоже удалился он получил вторую желтую карточку за фолл против бериши и конечно сейчас можно ругать максима нинахова потому что действительно он пошел в неаккуратный отбор в центре поля и в первом тайме тоже был неаккуратный отбор центре поля он там двумя руками схватил за футболку бериши и обе желтой карточки были абсолютно ненужными не вынужденными он не срывал какую-то супер опасную атаку когда желтая карточка оправдана да это именно фоллы по неосторожности кстати вот если по желтым карточкам макеева у меня никаких вопросов к кукуяну тоже вторая желтая карточка нинахова за малюсенький наступ на ногу бериши это конечно ну на мой лично взгляд не повод удалять нинахова тем более опять же сам нинахов после матчевом интервью сказал что приезжал судья в локомотив и говорил о том что наступы по касательной не должны караться желтыми карточками вообще судей не должны разбрасываться желтыми направо и налево но кукуян выбрал вот такую модель судейства и каждый фолл каждое нетоборство сопровождалось свистком а единоборство чуть-чуть пожестче соответственно сопровождались желтыми карточками ну и конечно когда падает бериша это ор на весь грозный здесь конечно бериша огромные актерише и возможно ему стоило дать оскар они всем тем ребятам которые его на этой неделе получили но как мне кажется разговор который в перерыве провел галактионов с нинаховым галактионов об этом расскажет пост на после матча и пресс-конференции это не совсем та мера которую нужно было сделать когда твой крайний защитник уже на желтой карточке в меньшинстве играет против бериша бериша это футболист который может обыгрывать один в один и в нашей российской премьер-лиге делает это ну чуть ли не лучше всех может быть топ-2 или топ-3 но точно в тройку входят и то какой он актер это как он умеет сажать на желтой карточке локомотив прекрасно знает собственно три из четырех желтых карточек которые заработали наши футболисты после которых было удаление случились именно на бериша и я не очень понимаю зачем было ждать до того момента когда раз судья простит или не простит максима нинахова то что такой фол произойдет но было очевидно и что было делать максиму нинахова в случае если бы например берешь уже входил в штрафную не фалить не пытаться его остановить но я не очень понимаю тактику и мысль галактионова в этой самой ситуации при том что у тебя вообще есть на правый фланг игр смольников которые вы зачем-то купили у тебя есть марио метай которого ты пробовал против краснодара и ну можно было заменить максима нинахова и освежить фланг но этого не произошло и даже зачатки контр игры которые были у локомотива какие-то подходы какие-то зацепляние дзюба на чужой половине поля после удаления максима нинахова сошли уже полностью на нет и локомотив 30 минут только отбивался от навала атак ахмата отбивался кстати довольно хорошо только один раз или еландратову пришлось действительно прям серьезно вступить в игру но зато это было два подряд супер сейва один после удара головой агаларова и другой после добивания ильина в одном и том же моменте собственно благодаря этому локомотив и остался в игре пропустив в том моменте вполне вероятно то что ахмат бы воодушевленный уже побежал с удвоенными силами и возможно локомотив бы додавил но в этом случае илья спас и локомотив одержал такую важную для себя победу победа как я уже говорил важна не только с точки зрения того что локомотив набрал три очка и благодаря этому вышел из зоны стыков да там наши конкуренты все проиграли в том числе паре нн и по дополнительным показателям мы этот самый паре нн обогнали и вышли на спасительную двенадцатую строчку но есть два момента которые я хотел бы с вами обсудить первый это конечно то что такие игры должны сплачивать команду такие игры должны показывать команде что вы можете абсолютно все в десятером в девятером в грозном против сильного ахмата вас волтузит мутузит у ахмата игра более-менее идет но вы все равно выстояли бы все равно отбились вы все равно завоевали три очка и позитивный момент вышли из зоны стыков это должно работать вот на внутри командную химию и тем страннее было наблюдать как после матча игорь смольников о чем-то орет на антона миранчука да антон миранчук провел не идеальную концовку матч антона выпустили для того чтобы он таскал мечи вперед но у него получилось это один единственный раз они вышли с мардишвили на ворота шели и мардишвили ударил мимо в остальном миранчук чаще терял мячи причем один раз это сделал прямо на линии штрафной да это было но и сам игорь смольников вообще говоря далеко не идеально сыграл в одном моменте игорь смольников взял и внутри штрафной начал разворачиваться зачем-то к нашим воротам а там за спи за его спиной оказался агаларов который у него отобрал мяч и в целом к сожалению я пока не могу сказать что игорь смольников хоть как-то хорошо играет в локомотиве не в этом матче не в предыдущих не в следующей игре с акроном игорь смольников так и не показал зачем собственно его брали в локомотив если под зюбе 0 вопросов то по смольникову вопросов у меня огромная куча пока этот человек вообще не вписывается в игру команды и все что он делает это делает передачи назад и в матче с акроном об этом мы поговорим позже ну и в матче с ахматом тоже максимум что ему удавалось это выносы вперед без адреса и без того чтобы каким-то образом подержать мяч и дать передышку команде но зачем это нужно было после 90 минут и матча с ахматом я вообще не понимаю команда в этот момент должна радоваться команда должна поздравлять друг с другом отбивать пятюни собраться в круг там поорать сказать какие мы все молодцы и дальше только лучше но нет мы видим ситуацию при которой один игрок новичок что-то пихает мирончуку который на тот момент был с капитанской повязкой и лично для меня но такая ситуация она абсолютно неприемлема в команде и как мы увидим чуть дальше в матче с акроном ощущение того что вот собралась команда где каждый играет за каждого где все готовы вписываться за одного пострадавшего этого я сейчас локомотиве вообще не вижу и меня это очень и очень расстраивает впервые я об этом задумался в матче со спартаком когда наших игроков постоянно били по ногам постоянно их там руками оттаскивали и футболисты локомотива вообще даже не думали вписаться за пострадавших футболистов да помните как карпукасу перед вторым голом спартака со всей дури с ноги зарядили в дыхалку и никто вообще не подошел к карпукасу единственный человек который хоть как-то защищает своих это франсуа комано все остальные просто ходят мимо ну ударили и ударили лежит и лежит да плевать вообще и то же самое повторилось в матче с ахматом там вроде как все сплотились вроде как один за всех все за одного но закончился матч и мы видим какую-то ругань на поле и особенно это сильно проявилось в матче с акроном где локомотив предстал абсолютно разобранной команды где каждый был на поле сам по себе и они играли против сбитого классного коллектива калешина который собственно нас и переиграл переиграл в серии пенальти но лишь небольшими эпизодами локомотив действительно запирал акрон на своей половине поля а большую часть матч игра была абсолютно равной и как мы могли выиграть в основное время так и акрон мог выиграть в основное время о чем опять же сказал галуктенов на после матчевой пресс-конференции но об этом опять же еще чуть-чуть попозже непосредственные же последствия матча с ахматом заключается в том что локомотив потерял станислава макеева и максима нинахова на игру с краснодаром и лично для меня это огромные потери потому что кузьмичев и конти это две больших неповоротливых шпалы и матч с акроном это в очередной раз показал где их возил даже понце но играть то предстоит уже не с акроном играть предстоит с краснодаром а там техничных юрких очень быстрых футболистов просто огромное количество и мы уже страдали от этого в матче первого круга когда у лосигун просто как электричка мимо ничего бежал мимо наших футболистов а теперь он будет бегать мимо конти и мимо кузьмичева и я честно говоря пока вообще не представляю как локомотив будет справляться с кордобой который отличного уровня нападающий но у него сбит прицел пока со спертианом с аллосигуном с кобнаном и с другими достаточно быстрыми достаточно техничными футболистами краснодара макеев это хоть как-то бы нивелировал потому что у него есть скорость у него есть резкость и он хоть как-то особенно когда у него за спиной лантратов мог бы противостоять тому же кордобе тому же аллосигуну но я видел как понце бегает мимо кузьмичева и конти и о чем здесь вообще может быть речь игроки краснодара в пять в десять раз сильнее чем этот понца ну а максим нинахов становится неким безальтернативным выбором на правый фланг я бы конечно посмотрел марио метая я честно не понимаю почему галактионов несколько раз выпуская его на товарищеские матчи в межсезоне выпуская его на правый фланг против того же краснодара в концовке предыдущего года когда мы играли с ними на кубок вдруг совершенно вычеркнул метая из своих планов он нигде не ошибался он нигде не играл плохо в отличие от того же смольникова который плохо играл товарищеские матчи мы это отмечали но смольникова ставят и он ошибается смольникова ставят он проводит плохие матчи я на бусте веду статистику оценок которые я сам лично ставлю игрокам после каждого матча и на данный момент у меня смольников худший футболист потому что он за свои матчи получает пятерки пять с половиной при том что нормальная игра это шесть с половиной да то есть он на целый балл ниже моих стандартов нормальной игры и это но это очень странно почему не пробует метая у нас есть дмитрий живоглядов человек мем но все-таки человек с опытом и ниже определенной планки дмитрий никогда не падает и в матче с ахматом его вообще не было в заявке а в матче с акроном он просидел в запасе и так и не вышел и то же что с ним вообще непонятно очень много говорю про матч с акроном давайте закончим тему с ахматом и перейдем главной теме потому что здесь у нас состоялось сразу два события которые прямо абсолютно сам железобетонным образом влияют на локомотив и то что будет происходить с нами в этом сезоне на крон локомотив делает изменения составе они во многом вынуждены но кажется то что состав очень и очень боевой но как показывают последствия лишившись ильи лантратова в воротах и артема дзюба в атаке наш состав даже усиленный глушенковым и пеняевым представляет собой ровно то же самое что у нас было осенью вот той самой безалаберной осенью когда в локомотиве все играли кто в лес кто по дрова локомотив не может перейти на чужую половину поля локомотив не может создать давление а сзади в обороне регулярно случаются провалы и привозы и конти с кузьмичёвым в меньшей степени конти в большей степени кузьмичёвым никак не могут справиться с нападающим который но уровня фнл или нижней восьмерки в российской премьер-лиге худяков который сделал один хороший сейф я знаю вы меня опять будете обвинять в том что я хейчу худякова поэтому я сразу скажу что у худякова был один классный сейф когда он уже при счете 1 1 вытащил мяч из дальнего угла и потом справился с добиванием за это худя конечно большой молодец но как обычно первый же удар в створ там на 13 минуте в ворота локомотива залетает и сделано это было абсолютно так же как локомотив пропускал в товарищеских матчах межсезонья и этого я вообще понять не могу но какая-то работа над ошибками должна проводиться почему я в ежу новостях и в обзорах мальчик говорю и прям конкретно привожу моменты как мы пропускаем раз за разом атаку с правого фланга и идет навес между нашими двумя центральными защитниками один из которых выдергивается на ближний край штрафной а второй спит и не видишь что у него из-за спины рванули и это повторяется 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 и в итоге у нас там кузьмичев метр девяносто шесть конте там порядка метр девяносто четыре а между ними сергей макаров ростом метр семьдесят четыре наш воспитанник абсолютно спокойно вбегает даже не какой-то сумасшедший рывок он там чуть ли не шагом проходит вот в эту зону между двумя центральными защитниками мяч ему пролетает точно на макушку и он бьет мимо худякова ну как это вообще возможно чем занимается тренерский штаб чем занимается кудяков воротах чем центральные защитники занимаются они не видят что это происходит они не могут что ли взять и там два шага сделать вправо или кузьмичев может не будет убегать если там нету игрока а за его спиной есть игрок я этого вообще не понимаю и меня это очень сильно злит меня вообще игра с акроном очень сильно выбесила я еще перед этой игрой не выспался поэтому я закончил стрим и решил поспать несколько часиков ну потому что чувствую что меня вырубает не стал ничего там писать на бусте не стал ничего там в чатике обсуждать просто решил что пойду-ка я посплю я лег спать в 2210 я проснулся в 2240 с пониманием того что у меня просто колотит и я прокручиваю моменты игры в голове и я не понимаю что делает локомотив и как это вообще возможно что локомотив абсолютно по делу проигрывает первый тайм матча с акроном да во втором тайме вышел рефарджи малединов да во втором тайме вышел француак амано и мы отыграли этот самый один мяч но во втором тайме игра была ну такой вот с преимуществом локомотива в то время как первый тайм был просто подавляющим преимуществом акрона мы не могли выйти ни в одну атаку и вани игнатьев который не за один мяч опять же не может зацепиться ладно я понимаю в товарищеских матчах против какого-нибудь там сочи против какого-нибудь урала команды российской премьер-лиги сильными футболистами но когда игнатьев не может выигрывать единоборство у футболистов фанель это у меня огромные вопросы вызывает но хуже всего конечно сыграл антон миранчук который мы доверили место в основном составе он должен был играть право полузащитника глушенков остался в центре они периодически менялись но в целом миранчук был правом правом атакующим полузащитником позиция для локомотива проклятая но тем не менее ну против вас окрон миранчук проиграл абсолютно все единоборства которые я видел он шел в центр рядом с ним пробегал сергей макаров и миранчука такое ощущение что ветром сдувало на контрасте с этим вышедший рифат жемлединов без абсолютно какой-то игровой практики после там 7 месяцев лечения от рифата жемлединого наоборот отлетают футболиста крона потому что рифат жемлединов профессиональный футболист клуба российской премьер-лиги он умеет вести единоборство и его не сталкивают с места просто того что кто-то рядом пробежал для меня просто шок игра миранчука в матче с акроном и одна из худших вообще оценок сезоне потому что ну так выходить и так безалаберно играть просто нельзя я не знаю что антона на уме у него может быть продление контракта через полтора года может быть шпенев ему там на уши сел но действительно то как он сыграл в матче с ахматом и привозил моменты на свои ворота когда начинал водиться у своей штрафной то как он сыграл с акроном но это вообще ни в какие ворота не лезет при том что накануне да вот был матч с спартаком где он забил два отличнейших гола и вел игру команды так как он это должен делать со спартаком он это делать может а с акроном нет вот как это вообще трансформация происходит на разницы в две недели я не понимаю хорошо что был второй тайм во втором тайме было хоть какое-то небольшое количество позитива это и михаил щетинин который заменил артема карпукаса и отыграл отличнейший матч сегодня молодежная команда локомотива играла и в ней принимал участие вадим раков вадим раков тоже выходил в матче с акроном но судя по всему тренерский штаб не убедил я вполне себе в этом понимаю тренерский штаб опять же рака вышел на этот проклятый правый фланг на котором у нас оказывается никто не умеет играть вообще в принципе но михаил щетинин в матче молодежки не вышел и как мне кажется вот этот вот отрезок там минут 30 который ему дали в матче с акроном ну немножечко тренерский штаб убедил что можно не упираться там в куликова не упираться в странные идеи с макеевым в опорной зоне а у вас есть вполне себе неплохой опорный полузащитник 2005 года рождения который уже сейчас по своим физическим данным никому в российской премьер-лиге не уступает и он как раз в отличие опять же того же миромчука вступал постоянно в единоборство во всех влетал бодался корпусом и почему-то игрок 2005 года рождения эти единоборства не проигрывает игрок 95 на 10 лет старше щетинина не может сделать ничего против команды фнл это это грустно и это очень странно очень неплохой матч провел франсуа камано который забил гол который пришел на самом деле абсолютно ни с чего со стандарта мяч попал в пятку тех нельзя но отскочил камано камано пробил прошил вратаря прошил защитников нормальный хороший гол нормальный хороший удар но к сожалению это не какая-то вот прям вот классная комбинация которую разыграли футболисты локомотива но были и комбинации и франсуа камано который отдавал передачу на сергея пеняева сделал все для того чтобы локомотив выиграл этот матч в основное время но и сергей пеняев не попал уже пустой угол почему-то бил с правой ноги они с левой хотя левые такие мячи забивать конечно гораздо удобнее просто левый в противоход в ротарю бьешь и не попасть ворота левой ногой гораздо сложнее чем не попасть по воротам я бия если есть такое слово ногой правой вот пеняев не попал но вообще сергей пеняев в этой игре делая рефрен к матчу с ахматом такое ощущение что снова пытался сыграть фифу на новичке он брал мяч тянул его вперед пытался пройти четырех пятерых шестерых все время пытался сам решить ситуацию видимо вдохновил его гол в матче с ахматом но в этот раз у него это не получалось у него было два супер момента в одном из них он должен был забивать самостоятельно после паса камано а в другом должен был отдавать передачу на дмитрия баринова набегавшего но предпочел попробовать попасть вратарю между ног вратарь оказывается умеет играть футбол и мяч ушел на угловой меня и был одним из тех футболистов которые действительно что-то пытались сделать на поле действительно казались сильнее своих оппонентов из команды фнл но все-таки нужно делиться с мячом все-таки нужно понимать когда тебе нужно расстаться с этим мячом но и наладить уже удары и пасы и и вот это вот конечную фазу атаки потому что с ней у пеняева пока какая-то беда в локомотиве но 18 лет и я верю я понимаю то что в конце концов все это к сергею придет и тут мы подходим к теме дмитрия баринова который вообще-то не имел права участвовать в этом матче в принципе дмитрий баринов получил по одной желтой карточки в каждом из матчей со спартаком и по регламенту кубка после получения двух карточек в разных матчах наступает автоматическая дисквалификация это довольно странно учитывая что кубок у нас проводятся с групповым этапом что на втором этапе на плей-офф у нас есть система с двойным выбыванием и матчей проходят очень много два предупреждения они хороши вот например в чемпионате мира да когда у тебя до собственно финала чемпионата мира тебе нужно сыграть 6 матчей 6 матчей и если ты в двух из них получая желтую карточку следующий пропускаешь но извините меня мы 6 матчей только в групповом этапе отыграли после этого карточки сгорели и после этого тебе нужно сыграть еще не менее 8 матчей чтобы дойти до финала ну как бы логичнее когда у тебя такое количество большое количество матчей делать пропуск после трех игр например да или как в российской пример лиги после 4 но это вообще никак не оправдывает локомотив что написано в регламенте нужно исполнять локомотиве судя по всему вообще никто даже не открывал этот самый регламент потому что локомотив на своем официальном сайте выпустил очень 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 странное заявление в котором сказал что человек который отвечает за поиск дисквалифицированных футболистов решил решил почитав регламент и ни с кем больше не посоветовавшись сам единолично решил что в регламенте написано что дмитрий баринов получил желтую карточку со спартаком потом она у него сгорела и после этого он получил вторую то есть у дмитрия барина была всего одна желтая карточка более нелепого обоснования того почему произошел этот косяк я честно говоря придумать не могу это просто ну такое ощущение что выставили сотрудника локомотива человеком с айкью 20 ну никто никогда не в спортивном мире не сделает отмену дисквалификации посреди двухматчевого противостояния это безумие и предположить такое мог только совсем клинический идиот я верю что в локомотиве таких нет я думаю что прекрасно понимаю как эта ситуация случилась дело в том что в российской премьер-лиге в системе которые проводят матчи электронной системе настроено что после четырех матчей ты просто физически не можешь включить игрока в стартовый состав а в кубке этой самой настройки нет и люди которые привыкли к тому что система все делает за них здесь посмотрели а ну все доступны все нормально им даже в голову не пришло что может быть какая-то дисквалификации только потом после матча они начали читать регламент и пытаться выискивать хоть что-то за что можно зацепиться и придумали вот эту вот климатю и ахинею лучше они просто написали о том что извините ребят извините так этого слова ни разу и не появилось но извините ребят но мы немножечко оплошали и доверили системе которая оказалась не работает но в регламенте написано то что мы должны за всем следить мы виноваты и мы соответственно будем дальше со всем разбираться разбираться будут потому что вот сегодня пришел спич от нагорных в котором оказывается на следующей неделе соберется совет директоров и будет решать судьбу человека который допустил вот эту вот самую промашку потому что локомотив понес потери репутационные локомотив понес потери денежные хотя мы проиграли на поле и непонятно про какие денежные потери говорится но тем не менее что-то там совет директоров будет решать если совет директоров будет решать судьбу кузнецова начальника команды это совсем трэш и угар но если после этого совета директоров полетит голова владимира леонченко как при котором вообще говоря три начальника команды обострались 3 сухина который зашел в раздевалку со спартаком и после этого был огромнейший скандал утолин который пропустил дисквалификацию кухты и кузнецов который пропустил дисквалификацию баринова а между ними был еще и шнор по секрету именно он виноват в том что метаю выбрали 12 номер который вроде как закреплен за болельщиками есть ощущение что здесь проблема не в персоналиях начальника команды не конкретно кузнецова которые бы ты наверняка если бы ему сказали то он бы считал эти самые карточки а все-таки в некой организации труда который в локомотиве хромает просто на обе ноги и об этом я с вами говорю уже примерно полтора года и все ничего не меняется а владимир леонченко по-прежнему остается генеральным директором локомотива если этот совет директоров который будет на следующей неделе что-то вынесет полеонченко окей я готов это принять но лично мне кажется что опять просто найдут виноватого найдут крайнего среди низшего звена команды типа начальника команды или администратора команды сделают ему штраф может быть увольнение может быть еще что-то ну и пойдем дальше до следующего такого же скандала особенно наверное обидно из-за этой ситуации с дмитрием бариновым то что наличие дмитрия баринов на поле в этой игре вообще никак не помогло локомотиву что был баринов на поле что не было баринов на поле опять же это капитан это лидер один из самых опытных футболистов локомотива и казалось бы ну вот против тебя играет акрон против тебя играет сергей макаров они вдвоем были в команде 96 года рождения они выигрывали там первенство европы вместе с репатом джимал единовым и джималдином ходжиниязом который тоже в этом матче играл целых четыре человека в итоге из той сборной сыграли в одном матче но сергей макаров в итоге забивает гол сергей макаров очень много сделал для победы акрона в этом матче забил после матчевой пенальти например дмитрий баринов просто был на поле до чего-то пару раз подключился к атаке да там пару раз отобрал мяч но сказать что он лидер локомотива но по этой игре вообще невозможно он просто на поле присутствует как например даня куликов периодически его выпускает он просто на поле присутствует не сказать что он играет прям как-то невероятно ужасно плохо ошибается и получает красные карточки но и сказать что он как-то хорошо играет тоже невозможно вот и дмитрий баринов на поле просто был а потом назначили серию пенальти и 8 человек локомотива пробили и среди этих восьми человек почему-то не нашлось капитана дмитрия баринова и почему почему у нас подходит к мячу бить вадим раков отлично бьет михаил щетинин отлично бьет это футболисты 2005 года рождения и они бьют и они забивают а дмитрий баринов 96 год рождения капитан команды извините вы где на ирте князян 98 год рождения извините вы где почему у вас итоговый решающий пенальти бьет иван кузьмичев на которую потом посыпались шишки за то что он не забивает после матча пенальти на извините он пошел бить восьмым вообще не был в себе уверен но даже он был к себе увереннее чем дмитрий баринов и наирте князян кузьмичев моложе их обоих и вообще-то говорят центральный защитник бить пенальти но мягко говоря не его стезя и этот момент я вообще не понял и я бы хотел чтобы у дмитрия баринова спросили почему он не пошел бить пенальти после мальчевой в игре с акроном повреждение указания тренера или еще что-то но такое ощущение что это просто ну вот человек не захотел этот самый пенальти бить это очень грустно на самом деле конечно ситуация при которой локомотива второй год подряд в кубке россии случается история при которой кто-то не усудил за дисквалификации она очень сильно огорчает она очень сильно злит потому что это бардак в команде при котором но не могут быть хорошие спортивные результаты хорошие спортивные результаты могут быть тогда когда у тебя вся команда весь клуб работает как часы как отлаженный механизм чего в локомотиве конечно нету но гораздо больше меня бесит гораздо больше не тревожит то что я не увидел в игре локомотива вообще в принципе чего-то на голову сильнее чем у акрона акрон 13 команды фнл с хорошим достаточно тренером калешином но тем не менее локомотив с его составом с его тренером михаилом галактионовым который провел наконец-то межсезонье все говорят о том что это хорошее межсезонье но локомотив с галактионовым был командой но в принципе одного уровня с акроном и я этого просто не могу понять и как исправить вот эту ситуацию я вообще не понимаю с карточками разберемся найдем человека который умеет считать карточки который будет читать регламенты и будет все понимать но как исправить за несколько дней отвратительную совершенно игру да на искусственном газоне да непривычно да без дзюбы с лантратовым но тем не менее как вот это все исправить и превратить в более-менее слаженный механизм я честно говоря пока вообще не понимаю и это меня печалит гораздо сильнее чем то что дмитрий баринов не имел права играть в матче с акроном но почему-то вышел на поле именно эти темы стали главными на этой неделе поэтому именно им было посвящено основное время ролика но давайте еще про две вещи с вами поговорим на этой неделе очень активизировался агент вадим шпенев у которого сразу несколько клиентов как мы знаем из интервью нагорных 8 клиентов в локомотиве и шпенев сначала начал так вбрасывать о том что ну вот может быть типа давайте продлим контракты там с антоном мирончуком антон мирончук хочет уехать в европу и мы будем рассматривать предложения европа конечно приоритет но мы будем рассматривать предложения вот от локомотива почему-то никакого предложения нету хотя контракт закончится 2004 и вот вкидывает проходякова вкидывает про дмитрия баринова хотя вообще агент дмитрия баринова павел банатин но шпенева стало очень много видимо не найдя никакой реакции и отклика от нагорных шпенев пошел в атаку и выдал интервью в котором назвал локомотив крыльями чертанова дескать нагорных еще в бытность членом совета директоров при кикнадзе больше посещал матчи чертанова чем локомотива и теперь тащит оттуда игроков просто пачками и я конечно понимаю обиду вадима шпенева все-таки иметь 8 человек в локомотиве где тебе могут за продление контракта с мирнчуком заплатить 1 миллион евро как мы узнали об этом из слива в матч-тв по окончанию периода кикнадзе в нашей команде или например за переход берковского получить 220 тысяч евро я напомню я напомню что за дзюбу по некоторым сведениям локомотив заплатил 7 миллионов рублей агентских по нынешнему курсу это меньше 100 тысяч евро и об этом поднялся огромный гвалт и в том числе об этом спрашивали у нагорных об этом спрашивали у ульянова и вообще об этом там футбольные бигги мусолил тему неделями наверное 100 тысяч евро агентских за приход артема дзюбы берковский 220 тысяч евро вот это я понимаю вот это конечно размах но там-то нормально все было там же кикнадзе это вот сейчас какой-то бардак а вот тогда тогда все окей было ну ладно не буду ворошить эту тему короче понятно почему шпенев хочет то что в локомотиве осталось побольше его игроков и футболист это качественный рифат жмалединов дмитрий баринов антон миранчук это все футболисты сборной или около сборной но зачем зачем начинать принижать футболистов которые в локомотив попадают но игроков других агентов я честно говоря не очень понимаю например шпенев договорился до того что худюков лучше чем лантратов а лантратов вообще говоря не безошибочно отыграл предыдущие матчи это лантратов который там два пенальти вытащил от спартака сделал сумасшедший сейф с ростовом сделал сумасшедший сейф с ахматом и ни один из пропущенных голов даже близко не может считаться на совести и лантратова ну вот худюков гораздо лучше а лантратов это вот протеже видимо дмитрия ульянова и вот в таком все духе и честно говоря ну это вообще никак не красит вадима шпенева но вместе с тем еще и говорит о том что ну какие-то контры есть на горных с нашим вот замечательным агентом а у этого агента кроме собственно обозначенных футболистов есть еще вадим раков михаил щатинин алексей батраков и еще многие ребята которые подписывали контракт в академии с вадимом шпеневым короче ситуация будет трудной и запутанной и как из этого все будет выходить нагорных будем ли мы действительно крыльями чертанова или это покупка пеняева и глушенкова так и останется вот с небольшим эпизодом потому что футболисты действительно качественные посмотрим посмотрим но судя по всему война локомотива с агентами продолжится а значит значит и нападки со стороны замечательных телеграм-каналов которые естественно независимые и естественно никаким образом не связаны с агентами продолжится и последняя тема так которые вы просили рассказывать почаще это футболисты которые находятся в аренде из локомотива в каких-то других клубов которые вероятнее всего в локомотиве уже никогда не окажутся потому что нагорных поставил задачу их продать желательно хотя бы за ту же цену за которую их купили даже не пытаясь хоть что-нибудь на этом заработать в прошлые разы мы не останавливались детально на двух футболистах это тин едвай который играет в команде объединенных арабских эмиратов аль ай и марка раконец я думаю что на этой неделе самое время посмотреть чем они там занимаются тин едвай прекрасно начал свой отрезок в аль ай не его команда выигрывает в чемпионате объединенных арабских эмиратов уже приблизилась к лидеру на два очка только победы с тином едва им только победа была одна игра которую они проиграли в супер кубке и дальше только победная серия а в последних матчах тин едва еще и отличаться начал сначала голевая передача а потом вот такой вот гол с центра поля замечательно прекрасно наверняка он не пытался бить но гол есть гол и это в ворота 3 команды да то есть аль айн вторая он забил ворота 3 команды объединенных арабских эмиратов замечательно я думаю что аль айн полностью доволен этим приобретением едва и показывает что защитник он вполне себе хороший и умеет играть футбол чтобы о нем не думали в россии еще забавнее ситуация с марка раконецом которого похоронили наверное в россии абсолютно все но я вам говорил о том что вот были матчи с бачкой топола с партизаном серьезные сложные матчи на которые цервена раконеца не выпускала ну а следующие матчи уже соответственно гораздо более простые для цервена и там можно было раконеца опробовать и раконец оправдал доверие в двух матчах раконец забивает три гола делает это абсолютно в своем стиле с углового перевесел и отправил мяч в сетку ворот набежал на дальнюю штангу отправил мяч пустые ворота но и в кубке сербии такой вот антуражик в кубке сербии наверное похуже чем жигулевские у локомотива было отправляет второй мяч в ворота радничек и это победный гол цервена она в этом матче даже проигрывала так что раконец очень очень неплохо начинает свою карьеру стоило его начать выпускать в старте и раконец начал забивать конечно чемпионат сербии чемпионат не самый сильный но и сказать что он какой-то прям невероятно слабый по сравнению с российским я тоже не могу когда наши клубы встречаются с сербскими или с хорватскими почему-то наши клубы не так чтобы прям сильно доминируют в этих самых матчах поэтому то что раконец все-таки забивает это ну показывает о том что футболист на самом деле неплохой насколько хороший это конечно тоже вопрос спорный потому что это цервена звезда потому что это какие-нибудь там раднички и забивать может плюс минус любой качественный футболист который знает правила футбола обладает хорошими физическими данными и и имеет какое-то чутье чутье у раконяца есть ну и соответственно и забивает когда он начнет забивать ворота той же бачки топла или партизана а может быть в еврокубках на следующий год тогда мы конечно с вами чуть-чуть свое мнение про раконяца под корректируем ну а пока просто просто радуемся за то что марка наконец-то получает игровое время и забивает вот только вот сумма выкупа за марка раконица 1 миллион евро сейчас он забьет там голов 15 за оставшиеся восемь матчей и цервена его выкупят за миллион евро хорошая сделка хороший бизнес от юрия нагорных прекрасно и от дмитрия ульянова видимо да потому что он на спортивный директор я этого не понимаю я как не понимал в момент отдачи раконяца так и не понимаю сейчас зачем нужно это было локомотиву хрен разберет ладно заканчиваем выпуск локомотиву завтра предстоит играть с краснодаром завтрет если вы посмотрели ролик в пятницу тогда когда он вышел и сегодня если вы посмотрите его утром собственно субботы матч очень тяжелый краснодар находит свою игру постепенно игровые связи у них нарабатываются футболистов краснодаре собраны хорошие это не прошлогодний краснодар когда в краснодаре играли реально воспитанники из краснодара 2 сейчас опять же многие говорят о том что вау вот смотрите как краснодар 2 помог краснодару но если вы посмотрите состав краснодара то это команды которые активнее всех используют нынешний лимит на легионеров у них этих легионеров больше всех заявки и больше всех выходят на поле там и нигерийцы там и колумбийцы там и парагвайцы по моему да и не урал он откуда у нас и соответственно футбол они играть кое-как да умеют причем играют они вот в этот быстротехничный латиноамериканский футбол против которого я честно говоря не знаю что будет противопоставлять локомотив но посмотрим посмотрим верим в команду верим клуб верим то что матч с окроном был просто случайностью а сейчас мы выйдем и при домашних трибунах при тысячи болельщиков которые придут на этот матч мы прям как покажем футбол высшего класса да как победим победа очень нужна если мы победим краснодар то мы прям очень серьезно взлетим наверх и действительно буквально за три тура решим вопрос о том чтобы уже как-то особо не беспокоиться про зону вылета но если проиграем то привет обратное 13 14 место все ставьте лайк подписывайтесь подписывайтесь на бусти подписывайтесь на вк play на бусте кстати появилось мобильное приложение наконец-то аллилуйя так что жду вас всех там ну и завтра будем смотреть матч вместе так что с верой в будущее пока с вами был тим